И снова здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами по-прежнему Алексей, добро пожаловать на мое новое видео по игре American Truck Simulator, это рубрика обзоры модов и сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на обновление приватного пака трейлеров для American Truck Simulator. Автором этих замечательнейших трейлеров является мой давний друг и давний знакомый Женя, собственно вы также его знаете как автора Freightliner Classic, в общем-то там вы все прекрасно знаете какого качества эта машина сделана и собственно для этой же, ну да, для этой же грубо говоря машины были придуманы эти трейлеры. Трейлеры, что мы с вами имеем? Обзор на эти трейлеры я уже на самом деле делал на канале, но вот сегодня буквально вышло обновление и это достаточно хороший повод для того, чтобы вновь эти замечательные трейлеры вспомнить. Итак, друзья, версия игры 1.34, опять же повторюсь, что видео создается только с целью демонстрации возможностей мода и как бы я вас не заставляю эти трейлера покупать, если хотите покупайте, если хотите не покупайте, я с этого абсолютно никаких денег не имею, мне вообще все равно купите вы их или нет, просто делаю обзор. Потому что мне это нравится. Итак, первый это у нас трейлер идет Great Den фирма, имеется у нас три трейлера, но по факту он у нас один, потому что это рефрижератор, просто у нас три вида шасси. Ну допустим возьмем самый обычный, давайте посмотреть, что у нас тут появилось. По типу сцепки все осталось без изменений, по кузовкам у нас можно здесь выбрать хамированный вариант, по шассишке это у нас 48 фит соответственно и прямо что L4 оси у нас идет, дальше у нас 53 фита оси у нас сдвинуты вперед. И соответственно есть спред, то есть оси у нас раздвинуты для лучшего распределения веса. Именно этот вариант мы с вами выберем, потому что здесь есть некоторые особенности. По скинам, друзья, осталось в принципе все то же самое, достаточно интересный, достаточно классный здесь у нас идет набор скинов. Можете подобрать себе все абсолютно что захотите, ну естественно на хромированные у нас скины естественно не натянутся, там будет просто у нас хром. Ну скинов реально, ребят, очень много, прям вот все быстренько стараюсь пролистать, чтобы вы все увидели. По тюнингу давайте смотреть, что у нас тут поменялось. В общем, у нас появились лампочки дополнительные, их можно сюда вот поставить, аж целых два варианта. Ну светятся они не так ярко, как хотелось бы, но в принципе достаточно интересно это выглядит. Колпачок у нас так здесь хромированный и остался, здесь у нас еще одни идут дополнительные лампочки, то же самое мы можем сделать и на боках. Прямо таки новогодняя елка получается. Дальше, друзья, наконец-таки сюда меж осей можно поставить два вида тулбаксов. Первый тулбакс и соответственно второй. Если мы поставим первый, повернем камеру вот так, то мы с вами сможем поставить замечательные брызговички. Ну в принципе, в принципе, этот самый тулбакс можно взять, убрать, но брызговики все равно у нас останутся. Что у нас есть? Есть вот такие замечательные стандартные грейденовские брызговики, очень качественные, классные, базара нет, прям все очень здорово. Плюс ко всему есть еще такой же вариант с хромированными вот такими снизу накладочками, противовесами, называйте их как хотите, смотрится прям очень стильно. Можно также взять то же самое, сделать что-то свое, например, да, вот там какой-нибудь логотип грузовика туда захотите добавить или что-то в этом роде. Опять же, вам предоставляется два варианта. Смотрится все очень круто, все очень здорово, прям вот, ну просто пушка. По середочке, да, давайте вернемся все-таки к этим замечательным тулбаксам. Если мы поставим такой, то все будет окей, если поставим тулбакс побольше, то, соответственно, у нас брызговики удаляются и мы уже с вами здесь ничего не поставим. Что я бы лично еще сделал, я бы еще спереди какие-нибудь либо крылья сообразил, либо опять же те же самые брызговики. Ну, как-то пустовато все это на самом деле смотрится, потому что у нас здесь нет никаких юбок аэродинамических. Ну, как бы, блин, хочется, чтобы все-таки что-то здесь у нас висело, но опять же, это вкусовщина. По заднице давайте смотреть, что у нас по бамперам. Вот такой обычный стандартный бампер, но можно выбрать вот такой крутой с тремя ярко-красными такими глазами адскими LED-шными, которые вот у нас здесь светят. Очень прикольно выглядит. Есть такой же бампер, но в неком исполнении хром. Ну, если честно, если честно, что-то я даже не могу отличить, чем они различаются. В принципе, текстура как бы схожая, да, поэтому может быть с этим у меня проблема. Ну, давайте, ладно, выберем такой вариант. Здесь у нас можно вот такой бампер замечательный поставить, то есть сделать его чуть-чуть как бы пошире, продолжить, да, вот эту замечательную защиту. Ну и, соответственно, сзади также у нас меняются брызговички. В принципе, все. Это у нас получается первый трейлер Great Den. Далее, друзья, давайте мы с вами перейдем к следующему трейлеру прям сразу, прям одним дублем, чтобы все было понятно и ясно. Это у нас трейлер Manic, это у нас, соответственно, платформа. Тюнинга здесь нет ровно никакого, то есть можно только поменять колеса, в принципе, да, если вас вдруг не устраивают те, что стоят здесь. Благо, свой достаточно хороший пак идет здесь с классными дисками, с классной резиной. Здесь из фиксов появились, наконец-таки, грузы. Это был, к сожалению, такой косяк на версии 1.34, когда вы покупаете трейлер в собственность, берете какой-то груз, один из трех, у вас здесь просто-напросто ничего не появляется. Ну вот эта ошибка, наконец-таки, здесь у нас исправлена. Ну и последний трейлер, это Уилсон трейлер, это Хоппер, можно так его назвать, да, то есть что-то типа зерновоза и так далее и тому подобное. Опять же, здесь у нас осталось все ровно без изменений, но единственное, что мы можем его сделать либо черным, либо, опять же, хромированным, либо белым. Покрасочка, как вы понимаете. Ну и из тюнинга, что мы здесь видим? Дополнительные лампочки можно поставить. И вот здесь, спереди, можно вот такие замечательные крылышки поставить, как будто как на траке. Смотрится очень мимимишно, интересно и прям очень даже неплохо все у нас вырисовывается. В остальном все без изменений. Ну что же, друзья, теперь давайте мы возьмем все, ну не все, да, из этого выберем один и вот эти два оставшихся возьмем и перейдем с ними в игру, посмотрим, как горят лампочки и что они у нас перевозят. Погнали! Итак, друзья, я надеюсь, что выражу, наверное, всеобщее мнение, мнение всех игроков и потенциальных покупателей, что все-таки, наверное, стоит посмотреть именно на прицеп Flatbet, так как у него есть какие-то хотя бы грузы, которые мы с вами сможем увидеть. А коробки эти так или иначе, мы все с вами прекрасно знаем, что они перевозят все грузы подряд. В случае с рефрижератором это продукты там вплоть, ну, конечно, это шутка, до автомобилей, грубо говоря, да. В Hopper, сами понимаем, засыпается любой абсолютно груз, который имеет вот такое свойство, стоит физическое сыпаться, то есть насыпные грузы. Ну, а вот Flatbet это самое интересное всего. К перевозке у нас доступно три типа грузов. Это, собственно говоря, сено, некий такой культиватор и гранитные, как я понимаю, некоторые у нас идут плиты. Плюс ко всему, где-то можно, если постараться, найти пустой вариант Flatbet, да вот он, кстати, то есть это просто куда-то его из места на место перегнать. Итак, груз я уже, собственно говоря, взял. Это сено, мне кажется, вот прям идеально это все дело подходит. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы посмотреть, как это у нас все сцепляется с дефолтным трейлером. Все это достаточно хорошо работает, машина заезжает под этот трейлер вообще без каких-либо проблем. Свои тут у нас шланги, как я понимаю, идут. То есть в этом... А, нет, даже здесь не свои, извиняюсь, на грузовиках же свои, господи, что я несу? Ну, шланги здесь, короче, у нас идут дефолтные. Ну, это, в принципе, ладно. Если все это будет работать в сцепке с классиком, будет просто бомба. Ну, у нас вот такой вот сегодня своеобразный классик под видом Петербилта. Груз закреплен хорошо, то есть, в принципе, все реально на своих местах. Все лампочки и прочее, прочее, прочее. Кстати, здесь еще идет свой флайерпак. То есть, прям вот все, чтобы очень было у вас четко. Давайте мы сейчас возьмем, включим ночь. У нас уже питание подано. Давайте просто машину поставим на ручник. И вы посмотрите, как красиво это смотрится, а? То же самое у нас и с тормозом. Ну, задний ход у нас что-то там включился. Но здесь почему-то он не работает. То есть, тут у нас вот, обратите внимание, да, включая задний ход, здесь у нас ничего не включается. Ну, в принципе, ладно. По аварийке. Все у нас здесь красным цветом. Никаких других у нас здесь поворотников и прочего быть не может. Все исключительно красное, все красивое, все очень классно, круто светится. Ну, вот, конечно, вот эта светодиодная оптика, это просто выше всяких похвал. Но вот эта, которая посередине, как я понимаю, это что-то типа туманок или, ну, вот, что-то подобное. В общем и целом, реально смотрится круто. И почему я не проверяю еще другие трейлеры? Потому что все вот эти лампочки, они точь-в-точь такие же, как и здесь. Поэтому смысла на них смотреть нет абсолютно никакого. Лучше просто в деталях показать именно вот этот красивейший трейлер. Что ж, друзья, на этом все. Ссылочку на покупочку этих трейлеров я оставлю в описании. Переходите, покупайте, не знаю, не переходите, не покупайте. Дело ваше. Я просто сделал обзор на классный мод, который действительно могу порекомендовать от всей души. Все, друзья, спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами Алексей Жен. Всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok